О, водичка! Крещенское утро у горожан начинается бодро. Лёгкий снег не останавливает от привычного ритуала. Традиционно в Бобруйске организованы две купели – возле грибной базы и на территории второй спасательной станции в шестом микрорайоне. Желающие получить заряд бодрости сюда подтягиваются в течение всего дня. Одни так избавляются от грехов, другие поддерживают тело в тонусе. Вот это грехи не прощают, прощают наши отношения. То есть, если мы это понимаем, зачем мы это делаем, вот это, ну, по-настоящему меняемся, стараемся жить по-другому, то если мы так пришли, ну, окнулись ночью, холод, хорошо, отделался, класс, я крутой. Нет, это по-другому. Надо вспоминать, почему праздник. Очень хорошие эмоции. Всем рекомендую. Люди, которые хотят очистить свою душу, грехи свои. Свежесть, лёгкость, в первую очередь, облегчение всего своего организма. А часто вообще прорубь ныряете? Каждый год. Ну, если ещё банька с прорубью, то часто. В местах погружения установили палатки с отоплением. Подготовили автобусы, где можно согреться и переодеться. Здесь же работают спасатели, скорая и Красный Крест. Всё, чтобы праздник прошёл без происшествий. На месте работает полевая кухня. Экстремалам предлагают сладкий горячий чай. После ледяной воды – самое то. Можно мне чашечку? Спасибо. В этот день вспоминают живых и тех, кого больше нет. Само Богоявление – это таинство духовного рождения. По церковным канонам опускаться в купель на праздник не обязательно. Для христиан главное – посетить службу в церкви, исповедаться, причаститься и принять крещенскую воду. Придя домой, окропить своё жилище, спальные места, окропить святой водой с благочестием, почитав молитвочку, окропить, выгнать всё злое, что в течение года мы сами призываем и попросить Бога, чтобы Господь дал благодать Святого Духа, и чтобы она пребывала в нашем жилище, в нашем сердце, с нашими родными, близкими, как минимум год, а то и больше. Главная традиция праздника – освящение. Делают это дважды – накануне и непосредственно в торжественный день. Крещение за водой люди выстраиваются толпами. Принято считать, что она исцеляет душу и тело. Хранить её рекомендуется в доме, желательно возле икон. Детям даём попить, и сами пьём, и ну так, в обиходе, можно так сказать. Она же стоит целый год. Вот обычная вода в бутылке не простояла бы год. Она бы просто испортилась. А это стоит, даже интересно как-то. Вода используется для крепления, как говорится, домов, машин. Можно пить её понемножку по утрам. На торшах, естественно. Крещение Господне люди встречают по всей стране. У каждого свои традиции. Одни ныряют в прорубь, другие идут в храм за святой водой. Но светлый праздник в любом случае объединяет миллионы людей по всему миру. Вера укрепляет дух и дарит надежду. Карина Гуревич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.